Всем привет из Эверят, Оверят, Уверят Кто как только не говорит Все прямо исковеркали Вроде бы говорю четко Всем привет из Оверят Оверят Эверят это поселок городского типа В который входит наша деревня Семич И с сегодняшнего дня я буду пиарить Пиарить прямо, другого слова не могу сказать Потому что это таки есть Буду пиарить нашу деревню Семич И всем Все мои видеосюжеты будут начинаться Следующим образом Всем привет из Семич А сейчас мы находимся возле моего дома Я хочу проехать Показать вам всю деревню Рассказать все что я знаю Ну и может быть еще какие то моменты интересные Увидим Соседи Шеф, трогай Значит мы сейчас движемся по центральной улице Это центральная улица Ну она так и называется центральная И это действительно есть центральная улица Деревни Семич Мы сейчас доедем до центра До центра деревни До центра деревни Центр деревни обозначен у нас прудом Вверху деревни есть три ключика Которые сливаются в один ручей Который здесь протекает Ну если вы видели из предыдущих сюжетов А здесь пожарный водоем Ну немного как бы концентрация Вот этой ключики Здесь вода концентрируется В этот небольшой прудик Раньше он был Вот полностью Сейчас я выйду покажу вам Раньше он был Каким? Ну я не знаю Как бы со слов То есть вот полностью Делал там Дуванчики желтые Вот это полностью все был пруд Ну со временем Вот он зарос Заилился И к сожалению Стал меньше и меньше Вот здесь у нас обозначено Что это пожарный водоем В случае пожара То есть вот вода С той стороны собирается Сюда Ну и здесь вот она уже перетекает Можно все обстоят Я тоже сам сюда ни разу не видел Сейчас как утонул Глубоко-неглубоко Ну вот был случай Относительно недавно Тут девочка тут не утонула Маленькая ее Школьник спас Молодец парень Не знаю как его зовут Даже в газете написали В Краснокамской А вообще Само название Семичи Оно уникальное В России нет ни одной деревни И вообще ни одного Города Или я не знаю Как можно сказать С таким названием Деревня Деревня Семичи Семичи Черезьем Это уникальное Уникальное это название Поехали туда Порейдем Это уникальное название Появилось По легенде местных Оно появилось Образовалось Вернее следующим образом Раньше здесь Если с той стороны Проехать Посмотреть Сейчас мы выдвигаемся В сторону Железнодорожных путей Железнодорожных путей И Это уже как бы Конец деревни Было Это вот я не знаю Кто таки Проедем Посмотр Здравствуйте Собачки всякие Ну в основном Собаки у всех На привязи Но есть исключение Когда бегают Просто по деревне Что они есть Хорошо Вот сирень уже Начинает цвести Ну у нас вот буквально Сколько дней Дней пять Стоит очень хорошая погода Ну по ночам Было градусов 5-7 А сейчас уже 10-13 Хочу гусей На улице уже Отправить Значит смотрите Деревня Семичи Входит в поселок Городского типа Аверята Аверята входит В Краснокамский район Как он Муниципальный Или какой он Там Краснокамский район Краснокамский район Уже входит В Пермский край В Пермский край Но Пермский край Соответственно В Российскую Федерацию Вот эти вот дома А что я про них Хотел сказать Вот эти два дома Они вот Мы до дороги Еще не доехали Они как бы Вот если посмотреть Вот они в деревне находятся Но на самом деле По документам Они относятся Почему-то к аверятам Интересно знать Почему так получилось Ну вот Такие глупости У нас В России Не только Здесь есть Вот местные Деревни что классно Что можешь В любой одежде В любом виде Хоть куда пойти Хоть что купить И даже тебе вообще Никто ничего не скажет Никто о тебе не подумает Плохого Ничего Ну давай Обгоняй Легко Быстрее Долго Здесь Если вот в ту сторону Мы сейчас движемся Вдоль железной дороги Вот в той стороне Может метров Пятьсот Может быть километров Сейчас уже даже не знаю Станция Железнодорожная станция Аверята И от нее Наверное Вот образовался Вот этот поселок Городского типа Аверята В 2004 По-моему В 2007 году Раньше Были мысы Но почему-то Из мысов Мысовский сельсовет был Из мысов Почему-то Перевели Вот в Аверята Ну про Аверят У нас потом будет Идельный сюжет Такие здесь И школы Сады Сейчас У нас речь идет О семечах И вот вокруг Нашей деревни Очень много Садов Садов Вот кстати Вот человек На газельке Да Он стоит Сады Сады Это сперми Только Да Маша Сейчас расскажу Про газель Вот стоит газель Человек занимается Цветами Рассады Рассады Ну молодец Короче Мужик Вообще Я Довольный Что люди все больше Больше занимаются Вот там На нас сперми Называется Сады Мы Кстати Да Вот мы заехали В Семече Это второй заезд У нас Маша Вот мне подсказывает Это второй заезд Мы попали Улицу На центральную Снова Сейчас мы прокатимся По деревне Я вам покажу У нас называется Сады Я не знаю почему Но вообще Это как бы дача Что Нету нет Вот сосед Мусоровка Нету Пьяные видим Дача Будем называть Дача По 5 По 6 Соток Вот такие Участки Там учитель Там Очень много Очень много Вот этих Дач Очень много Вот про газели Я так и не договорил Вот человек занимается Живет в деревне Занимается рассадой Вот я знаю Что у нас соседи Покупали у него помидоры Там по 20 рублей Кустик Дорого Недорого Но очередь стоит Молодец Я считаю Что молодец Каждый Кому не лень Кто-то занимается И какие-то деньги Пытается заработать Кто-то на месте Не сидит Ну вот все Мы движемся По центральной улице По центральной улице Конечно Деревня Она Так сказать Разруха Очень мало домов Но в то же время В деревне Есть газ Газ провели в 90-м году Но Труба была рассчитана Всего на 20 домов К этой трубе Уже подсоединено Около 50 домов И больше Как бы не дают подсоединиться Люди уже 3 года Деньги заплатили И все Никак не могут Подключиться к газу Почему? Потому что Здравствуйте Почему? Потому что Давление слабое Говорят И вот сейчас Хотят закольцевать этот газ Но уже Три года Никак не получается У нас есть газ Я этим вопросом Как бы особо не занимался Я не в курсе Почему так И зачем Ну вот когда И почему Начал говорить про газ Вот когда в деревне Появился газ Деревня в разы Просто увеличилась В 5-6 раз Она как минимум Увеличилась Из-за Появления газа Соседи Знаешь Здесь вот соседи Держат корову Поросенка Бывает У них Делочка Еще Здравствуйте Здравствуйте Вот эти соседи Сейчас почти Никакой скотины Не держат А вот кстати Горову Соседи И где-то У них еще Теленочки Вот мы Подъезжаем Снова К нашему Участку К нашему Участку Сейчас мы Снова Проедем По всей По улице Центральной И я вам Покажу Второй заезд В деревню Вот наш дом Через нашу Деревню Очень много Ходит Садоводов Дачников С электрички И как бы С точки зрения Продаж Как бы Очень удобное Место То есть Возможно Какие-то Такие Попутные Так сказать Продажи Там Росада Или еще Что-то Ну хотя Еще пока Что-то В этом году Наверное Ни один Садовод К нам Не зашел Не зашел Ну в деревне Почему-то Раньше Вообще Держали Что-то 300 коров Что-ли Мне говорили 60 коров Ну что-то Очень много Коров Очень много Коз Сейчас Почти Нейто Не держит Скотину Почему Потому что Даже Пасти Ее Негде Вот Вся Земля Вокруг Деревни Она Скуплена И Есть Единственный Участок Единственный Участок Который Сельскохозяинщик Назначение Может Я В другом месте Там Проем Если Получится Я покажу А вся Остальная Земля Она Переведена В Вежес И Будет Застраиваться Ну да Сельскохозяйственная Земля Да Конечно В частной Собственности Вот Дорога Относительно Неплохая Ездить Можно Люди Занимаются Хлымья Конечно Хлымья У всех Навален На Дорогу У всех Вот Поэтому Наверное Все меньше И меньше Людей Занимается Сельским Хозяйством Потому что Реально Негде Ни пасти Скотину Ни траву Косить Негде Вот К нашей Деревне Вверху Присоединили Очень много Земель Я не знаю Каким Это было Путем Это было В 2000 Ком-то Там 12 Или Ком-то Году До меня Еще Все Говорят Что Об этом Никто Ничего Не знал Никто Ничего Не знал И Сейчас Деревня Семичи В разы Больше Стало И Там По-моему Около Тысячи Участков Что Ли Там Уже Больше Половина Продана Там Идет Активно Застройка Очень Активно Здесь Женщина Держит Я знаю Поехали Не останавливаюсь Занимается Козочками У нее Они Правда Не породистые Ну Пять Или Шесть Козочек У нее Хотелось Бо Больше Больше Вот там У нас Раньше Была Мусорка А сейчас Просто Свалка Вот Это Выезд Из Деревни Семичи То есть Второй Центральный Заезд Это Это Уже Как бы Вот Этой Участки Они Уже К всем Ичем Не Относится Там Верху Тоже Сады Дачи 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 Которых На Которых Только Летом Живут Я знаю Что Собственник Вот Этого Земельного Участка Один Человек И он Все Как бы Построил Домик Продал Построил Домик Продал Сколько Тут же Десять Домов Ну Молодец Так Это Мы Сейчас Едем По улице Заречная По улице Заречная Нам Туда Подальше Нужно Проехать Это Улица По моему Вторая Нагорная Или Первая Нагорная Там Тоже Первая Нагорная Ну Короче Тут Или Вторая Или Первый Ворот Я Уж Не Помню Деревню Заведен Свет 380 Напряжение Кто Хочет Подключается У кого-то 220 У кого-то Ну правда У нас Единственный Один Единственный Трансформатор На всю Деревню Ну не знаю Как в том году Вроде проблем Не было С напряжением В этом году Посмотрим Как Кто-то себе Постоял частный Трансформатор За свой счет А так На деревню Общий Не знаю Этот трансформатор Никому не принадлежит Администрация На себя Не хочет Оформлять И в общем Вопрос По этому Трансформатору Так еще Не закрыт Но пока Проблем нету Со светом Так сказать Не будем этим Вопросом Заниматься Так вот Мы сейчас Поднимаемся Какая вот эта улица Вторая или первая Нагорная Я вот Не знаю Вот здесь Я не буду Горить Кто чем занимается Но люди занимаются Первая Нагорная Да Вот сирень Уже здесь Рассела Ну сегодня Довольно Такая жаркая Погода Классно На улице А зимой Сколько здесь У домов У нас В старой деревне Семичи Около 300 домов Наверное 200 300 Примерно Меньше Ну 150 200 Пусть Зимой Сколько Здесь Примерно Все живут Почти В общем Живут Вот такие Даже Трехэтажные Максимально Как сказать Согласно ПЗЗ Правилам Землепользования И застройки Можно Трехэтажные Дома Строить Максим Максимально Кстати Очень много Борщевика Он прямо Все везде Вокруг Заполонил Этот борщевик К сожалению Не знаю Как от него Избавляться У нас в огороде Тоже бывают Попытки прорасти А там Все поля Они вообще Все в борщевике Машины Машины Столько машин Сейчас дачный сезон Так народу Много будет Вот этот Пролесок Уже Это как бы Конец деревни Семичи То есть Мы с вами Проехали Ну почти По всем улицам Да Там Пару улиц Мы по всей деревне Кататься не будем Конечно У нас нет времени И вам это может быть Совсем интересным Люди башут Люди сажают Как-то немножко Крутится Конечно Не все Есть и лентяи Которые Вообще Даже траву Скосить не могут Есть такие Ну вот Сейчас Это деревня Семичи Она заканчивается Это Так сказать Нелегальный въезд В новую деревню Вообще Его не должно существовать Но я думаю Как говорится Администрация Это дело провернет Без нашего ведом И сделают здесь дорогу Ну выше поехали Там Я сейчас оттуда покажу Это что такое Это все перепахнуто Почему Что-то тут все перепахали Как-то А, так это наверное Канавы Они выкопали То есть Все-таки дорога Ну что-то Лужи Тут какие-то Канавы Ну да Сделали Канавы Молодцы А, так это Они наверное Газ Будут везти Да хотя нет Обалдеть И вот представляете Вот Всех полей Вот эта Канализация Все вот эти стоки Они будут Сюда к нам В деревню Сечка Ай-яй-яй-яй Обалдеть Я вообще в шоке Я здесь давно не был Смотрите Что они сделали Плиту Под плиту Положили Да И сейчас Вот туда Поехали Здесь кстати Они ставят Шлокбаум Не пропускают Как бы Это частная Это как бы Деревня Семичи Но это частная Территория Подожди секунду Я выйду Покажу Он туда Может быть Здесь даже остановится Сейчас посмотрим И вот Я вот не помню Как там по плану Ну вот короче Вот это все Да там До высоковольтных линий Это все Как бы Деревня Семичи Но это частная Территория Здесь у них Частные дороги Один собственник Они все это Делают Под себя Как говорится Под себя Не буду говорить Как этот поселок Называется Я рекламой Не собираюсь заниматься А там Вот эти все Ну сады У нас называется Сады Может быть дач Здесь вот люди Уже зимой даже Живут в этом доме Ну вот Вот Вся наша деревня Семичи Она получается Вот этот холм Там где вот Лисочек такой Там идет дорога такая Дорога такая идет Ну и вот это вот Вся деревня Семичи Докуда Докуда Как сориентироваться Ну не очень далеко Там дальше уже Аверят Вот там Если видно на эту камеру Не знаю Там желтый такой дом Многоэтажный Это уже Аверят Причем далеко В Аверятах уже Далеко В Аверятах Семич Ну деревенька На самом деле Не очень большая Я бы сказал Даже Маленькая Я бы сказал Даже маленькая А здесь Будут в разы Больше Там Железнодорожная Станция А кстати Кстати Сейчас вот Мы чуть пройдем Я покажу Вот там В конце Где вот лес Вот такой лес 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 Машины 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 всякие Ездят Сейчас Секунду Я пройду Покажу Чтобы видно было Прям Чтобы как на ладошке Было видно Вот там В конце Вот идет деревня Потом идет лес Там город Краснокамск Вот эти трубы По-моему Тоже Относятся Краснокамск Если видно Это все Краснокамск Здесь уже пошел просто лес Там дальше у нас Сюда опять не видно Там идет Закамск Но Закамск Он уже относится К городу Перми И в ту сторону Там уже дальше Пермь Пермь А вот это все Деревня Семич И вот в ней Мы с вами живем Снимаем различные сюжеты До леса довольно-таки Далеко Вот там вот Лес То есть если идти пешком Может километра два даже Скоро я хотел прогуляться Может быть что-нибудь Поснимаю Листочка здесь Это уже просто про лесок Ну пожалуй все На этом наш сюжет Подходит к концу Всем спасибо за внимание Удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok